Русская тройка лошадей Все знают, что это русский национальный вид, уже спорта, скажем так, да, и традиции как бы надо сохранить, передать, показать людям, чтобы они, ну, видели, что мы чем-то еще дорожим, что-то у нас еще есть, чтобы душа как-то кипела внутри, какие-то переживания создать. На турнир по традиционной экипажной езде Василий Менчев приехал из Владимирской области. Кроме него еще пять команд, настоящих мастеров конной езды приехали в горки десятые, чтобы посостязаться в своем мастерстве. В этом году им подготовили непростые испытания. Программа обогатилась таким элементом, как запряжка на время. То есть сначала маршрут проходит коренник, то есть в одиночной запряжке, а потом прямо при зрителях, прямо на основном поле подводят пристежных, на глазах у всех пристегивают их и еще раз проходит маршрут. Каждое действие команды от точно до миллиметра. Чтобы запрягать тройку и управлять лошадьми, необходимо учитывать многое. Важно вожжи, наверное, то есть вопрос к вожжам, вопрос к управлению, каким образом та или иная лошадь реагирует на то управление, на то, на это. То есть это все очень индивидуально и, конечно, это очень сложно. Но главное – чувствовать животное, говорит Елена. Гости турнира смогли насладиться мастерством и яркими костюмами участников. Дефиле дамской верховой езды вернуло всех в прошлое, когда женщины ездили особым образом. Потому что было неприлично, даме едет верхом. Дамы ездили в юбках, юбка не позволяла сесть по-мужски. Дети смогли покататься на пони, взрослые приняли участие в мастер-классах, а дамы выгулили невероятной красоты шляпки. Шляпки являются неотъемлемым атрибутом любых скачек. Этот дресс-код объясняется давней традицией прикрывать голову при монарших особах. На каждые пять дней скачек женщина должна была одевать новую шляпку. Немало их и сегодня, но они больше спасают от дождя. Первое место – крылатая тройка Орловских вороных принесла московскому конному заводу номер один. В составе команды была легендарная кобыла Рада, неоднократная победительница различных соревнований. Это выступление стало торжественным завершением ее десятилетней карьеры.